Всем привет и добро пожаловать на мой канал, меня зовут Оля и я рассказываю про парфюмерию. Вы знаете, осталось совсем чуть-чуть до конца этого года и я решила, какой смысл тянуть. Давайте я вам уже сейчас расскажу про своих любимчиков за 22 год. К тому же меня просили сделать подборку фаворитов и на мой взгляд это уже прекрасное время для того, чтобы подвести итоги. Давайте обо всем по порядку. Я решила, что я вам буду приводить в качестве примера по два аромата из каждой группы. Я посидела, подумала, к чему у меня чаще всего тянулась рука, что мне больше всего запомнилось и произвело на меня положительное впечатление. Так как выбрать какой-то один конкретный аромат сложно, я таким образом немножко еще схитрила и оставила два варианта. Во-первых, и для вас это будет проще, потому что, ну скажем так, и арабская парфюмерия бывает разная, и точно так же люкс направление бывает разное. Если вдруг вы что-то для себя присматриваете, но у вас тоже есть определенные запросы по нотам, таким образом вы сможете для себя побольше вариантов рассмотреть. Но еще я вам сегодня покажу и разочарования. Да, у меня такие тоже есть. Естественно, когда я что-то тестирую, я все равно с вами делюсь откликом, нравится мне это или нет. Но еще интересно, знаете, столкнуться с той ситуацией, когда аромат давно находится у вас в коллекции, а потом бац, что-то происходит, и вы в нем разочаровались. Я предлагаю идти по возрастанию цены. И здесь у нас с вами два бюджетных аромата, с которых я хочу начать. Первый, я сразу же оставлю ссылки внизу, для того, чтобы вы могли посмотреть развернутый отзыв, потому что речь на самом деле идет про целый бренд. Это турецкий бренд Alchemist. Мое открытие в этом году. Я получила массу положительных впечатлений от знакомства. Повторюсь, он продается в сети L'Etoile, вы все это можете с легкостью протестировать. Я думаю, что такие бюджетные ароматы наверняка представлены в каждом городе. Ну, если не представлены, то мне очень жаль. Но ароматы действительно классные, стоят не больше, чем рублей 500-600 за флакон. Сколько тут помогло? 50 миллилитров. Ой, простите, 30. Мне почему-то казалось, что 50. Конкретно я хочу выделить аромат под названием Herbarium. Я вам его показывала в своих фаворитах, в ароматах зимы. Я вам про него рассказывала. Я не чувствую здесь заявленную пирамиду. Для меня он пахнет просто прекраснейшим мягким миндалем. Так что присмотритесь, я оставлю вам ссылки внизу, если вы хотите посмотреть мой развернутый отзыв на всю эту линейку. Второй аромат от марки Replay. Называется он Signature Secret. Как вы наверняка видите по упаковке, здесь у нас с вами уже идет такая больше все-таки легкая история, летняя история. И для меня этот аромат, он знаете, я только сейчас поняла, что он у меня вызывает ассоциацию с феечкой Динь-Динь из Питропена. Он действительно такой вот немножко звенящий, искрящийся, приятный, цветочный. Для тех, кто как раз не любит все эти тяжелые ладанные гурманские истории. Для тех, кого душит все сладкое. Для тех, кто не может просто спокойно жить именно с яркими и грузными ароматами. И просто предпочитает покупать нечто такое вот. Очевидно девчачье. Я могу вам посоветовать присмотреться к этому аромату от Replay. Я его тоже покупала с предварительным затестом. Единственное, что это было в том магазине, который сейчас не работает. Он, по-моему, назывался Watson's. Но вроде как их знаменитые черепки еще представлены в других парфюмерных сетях. Поэтому посмотрите, вдруг он вам попадется. Вот этот флакончик объемом 30 мл стоил, по-моему, где-то около 1200, что-то такое. Сейчас почему-то я в нем чувствую желтые цветы. Но здесь вот то, как выглядит сама упаковка, какое у вас создается впечатление в голове, вот так вот он и пахнет. Цветочные, сладкие. Почему-то у меня сейчас внезапно вылезла мимоза. Хотя, по-моему, там мимоза не заявлена в пирамиде. Но я почему-то чувствую такую сладкую мимозу. Далее у нас с вами идет, естественно, группа люкс. Я люблю люкс. У меня нет никакого снобизма в отношении этой группы. Потому что сейчас очень часто, когда речь заходит про люкс, многие почему-то плюются. Но я вам покажу два уже хорошо и давно многим известных аромата. Во-первых, это дюна. Я обожаю те пачули, которые содержатся в дюне. Это просто прекрасно, роскошно. Это аромат, легендарный аромат. Многим хорошо знакомый. Да, то, что продается сейчас, это не то, что продавалось 20 лет назад. Это все очевидно, друзья. Я прекрасно понимаю. У меня, да, у меня версия новодел, если что. Но, тем не менее, мне это не мешает его любить. Мне это не мешает ему восхищаться. Петь ему дифирамбы, говорить, насколько это красиво, женственно и эстетично. Все равно, вот, вы когда его тестируете, вы понимаете, что это аромат люксовый. Что это аромат дорогой. Это не просто какая-то фигня из супермаркета. Здесь это более чем очевидно. Это беспроигрышная просто история. Обожаю. Всегда буду любить. И я очень рада, что я его успела приобрести к себе в коллекции. Потому что, ну, их почему-то в последнее время с каждым годом все сложнее и сложнее находить. Второй аромат, он сейчас будет у меня прекрасно просто все зеркалить и вас конкретно бликовать. Поэтому я оставлю картинку. Но это бронз годес от марки Estee Lauder. Ну, я знаю, что правильно говорить Estee Lauder. Но у меня деформация на фоне таких более стандартных произношений. Вот вы словно находитесь на люксовом курорте. У меня почему-то здесь ассоциация с Дубай. Не знаю, почему у меня. Это Дубай во флаконе. Я там не была, поэтому здесь сложно, знаете, праведливо подметить, насколько это будет подходить. Но когда я снимаю крышечку, у меня создается именно такое впечатление от этого аромата. У него красивое обволакивающее сливочное звучание. Я бы не сказала, что он летний, потому что я боюсь, что такая история, она, знаете, летом может душить. Это точно так же, как солнечная орхидея от Тома Форда, который у меня тоже есть. У нее точно так же есть вот это сливочное звучание. Но в случае с Estee Lauder оно более деликатное, оно более мягкое. Оно не такое кричащее и, я бы даже сказала, не настолько агрессивное, потому что солнечную орхидею от Тома Форда я могу носить только в лютейший такой твердый мороз. Здесь я могу его носить и в просто прохладную осень. Он будет прекрасно сочетаться с кашмировым свитером, с пальто. Поэтому я бы сказала, что это, знаете, такой жидкий кашемир в обрамлении сливок. Именно так я его воспринимаю. Вы думаете, я сейчас перейду к ниши? А вот и нет. Я перейду к арабской парфюмерии. Хотя, наверное, ее надо было показать вам перед люксом. Ну ладно. У меня здесь, опять же, как я говорила, два аромата. И первый из них, который я хочу вам показать, это было настолько невероятно приятное открытие, что я просто не могла обойти его стороной и не показать вам. Это мое приобретение от бренда Ajmal, который называется Violet Musc. Аромат великолепнейший. Он мне понравился тем, что, несмотря на то, как я спорно отношусь к пудровым историям, они у меня не всегда дружат с моим восприятием, с моей кожей. Мне не всегда нравится, как они раскрываются. Я очень капризна и не разделяю вот этого ажиотажа вокруг ароматов косметики, пудры, помады. Я вот эти вот помадности как-то на себе не ношу. Но зато здесь у меня получилась просто прекраснейшая нежная фиалочка. Пудровая. Опять же, очень уютная. Их вместе с Bronze Goddess можно как раз чередовать. Вместе со свитером, вместе с пальто. Вот видите, я вот так вот к нему прижимаюсь, и это действительно что-то такое мягенькое, уютненькое. К нему хочется прижаться, его хочется как-то обнять. Он такой, словно сам по себе вас обнимающий и обволакивающий. Очень мягкий аромат, приятные ассоциации, вызывающие нежность, трепет. Вот если вы как девушка хотите создавать именно такое впечатление, Попробуйте присмотреться к Violet Muscle. Единственное что, тут есть такой момент, но он стартует кислой розой на мой нос. Но это достаточно быстро слетает, буквально за 10 секунд. Потом он превращается вот в эту мягкую, нежную, пушистую кошечку. Здесь у меня не пушистая кошечка, а уже пушистая зеброчка, потому что вот эта вот поверхность у него действительно медненькая. Это, естественно, рассоси и знаменитейший аромат, который в этом году просто гремел на всех наших парфюмерных форумах под названием Pur L. Я его только приобрела, он ко мне приехал буквально полторы недели назад. И вот это уже история с очень громким мускусом и белым кедром. Вот если вы любите громкие мускусы, если вы любите ароматы, которые после вас еще некоторое время остаются в помещении, присмотритесь. Это действительно идеальная история, когда вы за хорошую стоимость получаете невероятно запоминающуюся парфюмерную подпись. Могу сказать, что просто за его такую яркость, потому что лично мне, достаточно одного нажатия. Иначе он меня потом просто будет душить и сбивать с ног, и мне захочется его смыть. Здесь одно нажатие, и все. И я уже буду уверена в том, что этот аромат со мной продержится долгое время, потому что стойкость у него тоже прекрасна. Ну что, и для тех, кто ждал, возможно, именно подборку из низшего сегмента. У меня тут два отливанта. Помните, я делала подборку с вишистом на канале. Сейчас я их уже не делаю, потому что в этом особо нет смысла, так как все равно планы могут поменяться. Но я бы с радостью их купила в полноразмерном формате. Во-первых, это Абсолют Афродизиак от марки Инитио. И второе у меня это Вертус Наркозис. Вы знаете, обе эти истории это прямой показатель того, что цена в целом соответствует тому, что здесь вы ощущаете, и то, как вы себя воспринимаете с этим ароматом. Вертус меня удивил тем, насколько роскошно может звучать кофе и манго. Это настолько неординарная композиция, и сразу же становится очевидно, что это, во-первых, ниша, что это нечто дорогущее, потому что в случае, например, с тем же самым Гербариум, ну тут плюс-минус все понятно. И то же самое в случае с Инитио Абсолют Афродизиак. К слову, это для меня, как для поклонницы белых цветов, ну это просто обязательный пункт для приобретения. Но, вы знаете, кто бы что ни говорил, но белые цветы, они на то и белые цветы, что они запоминаются за то, что они являются яркими и по-настоящему сексуальными ароматами, потому что все-таки, знаете, вот это название Абсолют Афродизиак, но оно отвечает за то самое влечение, что мы испытываем. И даже несмотря на то, что на меня не всегда садится ваниль, и у меня не всегда хорошее взаимоотношение с кожей, здесь получилась великолепная композиция. Очень советую вам заказать себе от Леванты, если вы еще сомневаетесь. Не сомневайтесь, тестируйте, пробуйте, потому что, в отличие от тот же самый Бакары, вот на мой взгляд, это гораздо интереснее. И оно не так заезжено, как Бакара, вот честное слово. И не так заезжено, как Флюор Наркотик. Ну, да простят меня поклонники этих ароматов, я ничего против не имею, даже сама думала одно время купить. Но сейчас я понимаю, что я лучше куплю вот эти два. Вот, правда, от всей души вам говорю. Что касается аутсайдеров, давайте я вам покажу два аромата, оба они из примерно одинаковой ценовой категории. Здесь у меня, во-первых, Тубероза Нуар от Zara. Я его когда покупала, мне кажется, что-то подобное у него было только в старте, потом оно как-то сходило на нет, и уже звучало Тубероза. Но сейчас, простите, извините, увы, ах, все, что я слышу, это сплошное мыло. Даже спустя 5-6 часов после того, как я нанесла, я чувствую этот резкий ядреный запах мыла. Хотя у меня вот флакон, видите, он, так я ладошкой показываю, как стародобрые времена бьюти-блогеры, видите, у меня расходован на треть из 40 мл. Я уже простыла, так что немножко так и заговариваюсь. Но я думаю, что надо будет все-таки с ним прощаться, потому что то, как он звучит, меня полностью разочаровывает. И второй аромат, он у нас идет от Сальвадора Дали. Я не решаюсь на его расхламление, просто потому что этот аромат является подарком. Я когда-то давно его тестировала в магазине, и я знакомилась со всей маркой Сальвадор Дали, и вот Дали Уайлд, что у меня находится здесь в руках, это был единственный аромат, который мне понравился от марки. Я не знаю, что мне с ним делать, я его расходовала, опять же, на треть, практически до половины его добила, но у меня рука не поднимается от него и избавится, потому что это подарок. Скажите мне, может, вы что-то посоветуете, что с ним делать, потому что у меня к нему просто не тянется рука, да, это аромат хороший, но как-то у меня не возникает желания. Вот, друзья, такая получилась у меня подборка. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть моих любимчиков. Напишите, кто у вас стал фаворитом в этом году. Ну, а я вас вижу в следующих видео. Всем до встречи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok